Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня будем готовить с вами простое дачное блюдо для тех, кому доели уже, в принципе, шашлыки. Для этого нам понадобится немножко говядины, картошка и перчик, хотя перчик не обязателен. И главное, казан. Что будем делать? Сначала нарежем мясо и немножечко его замаринуем специями. Пока у нас будет обжариваться картофель, мясо замаринуется и будет очень сочным и ароматным. Точное количество ингредиентов на казан 4,5 литра будет указано под видео. У нас неожиданно пошел дождь, и поэтому приготовление казан-себаб у нас будет происходить на плите. В казане на плите казан у нас будет тогда небольшой, на 4,5 литра, поэтому, в принципе, дома также можно будет приготовить. Как только масло у нас хорошо разогрелось, мы вкладываем туда наш картофель. У меня здесь примерно килограмм. На килограмм картофеля я использую килограмм мяса. На самом сильном огне мы будем вам жарить картофель примерно 15-20 минут. Нам нужна золотистая корочка. Сверху наш картофель будет покрыт корочкой, а внизу она будет немножко сыроват. Вот так и нужно, ведь потом мы будем его тушить порядка полутора часов дальше в казане. Итак, золотистую корочку мы с вами получили, поэтому выкладываем картошку из казана на тарелку. Можно предварительно постелить на тарелку бумажное полотенце, для того, чтобы впитался лишний жир. Ну и как раз подошло время нашего мяса. Помните, мясо мы предварительно немного деменовали, поэтому я его кладу в печье маслом, аромат стоит, прочнее передаваем. Мясо у нас будет обжариваться чуть дольше, также мы жарим его на сильном огне, примерно минут 30. У меня ушло на то, чтобы мясо немножко поджарилось, подрумянилось. Так, наше мясо готово, мы его выкладываем также на тарелку к картофелю, сливаем лишнее масло, которое у нас осталось в казане, оставляем совсем чуть-чуть, и будем выкладывать сначала картофель, а на картофель уже будем выкладывать мясо. На этих двух этапах приготовления нам важно получить покрытую корочкой такой ароматный хрустящий картофель и мясо, для того, чтобы оно у нас было обжарено. Если даже ингредиенты остались немного сырыми, неприготовленными, как вам кажется, ничего страшного, мы все это сейчас уложим опять в казан, добавим немного воды, специи, посолим, и будем тушить порядка двух часов. В данном рецепте я использую следующие специи. Я покупаю развесные специи специально для казан-кебаба. У нас в Москве в магазинах есть развесные специи, можно подойти к продавцам и попросить, чтобы они сделали смесь специй как раз для казан-кебаба. Добавляем соль, воды я добавила немного для того, чтобы это все тушилось. Накрываем крышечкой и оставляем на 2 часа. Прошло примерно полтора часа, вода у нас практически вся испарилась. Чтобы прошло примерно полтора часа, оставляем дальше тушиться. Тушим вот до такого примерно состояния. Воды у нас нет, а мясо у нас получается невероятно мягкое, ароматное, да и картофель тоже. Ну а мы подаем к столу, обязательно украсим сверху луком. Приятного вам аппетита! Надеюсь, рецепт понравился.